Всем доброе утро! Крепкие волосы и ногти, гладкая кожа, хорошее зрение, стройная фигура. Не об этом ли мечтает каждая женщина? Конечно же об этом. А вот кулинарная рубрика предлагает вовсе не мечтать, а наяву наслаждаться своей безупречной внешностью. И для этого мы предлагаем взять на заметку уникальный питательный, полезный и богатый микроэлементами продукт филе цыпленка. Здравствуйте! Я шеф-повар Максим Огуреев. Сегодня мы приготовим салат из филе цыпленка с апельсином, листьями салата под медовым соусом. Для этого нам понадобится филе цыпленка, листья салата, апельсины, редис, мед, соевый соус. Для начала подготовим филе цыпленка. Филе цыпленка будем нарезать на ломтики. Затем филе цыпленка солим, перчим. И обжариваем на сковороде на оливковом масле. По ходу приготовления стоит сказать, что курица давно заслужила у женщин любовь к себе по нескольким причинам. Первая – это ее невысокая цена, ведь килограмм курицы стоит почти как творог. Вторая причина таится в том, что в отличие от творога, курица никогда не вызовет в организме переизбыток кальция. И есть ее можно хоть до двух килограммов в день. Ну и третья причина таится в чрезвычайной полезности куриного мяса на внешность женщины и весь ее организм в целом. Филе цыпленка обжариваем с двух сторон, затем будем добавлять мед и соевый соус. Сначала наливаем соевый соус, затем добавляем мед. Пока готовится филе цыпленка, подготовим сегменты из апельсина. Очищенный апельсин нарезаем кольцами. Затем нарезаем редис слайсами. Листья салата заправляем солью, перцем и оливковым маслом. Все хорошо перемешиваем и выкладываем на тарелку. Затем на тарелку выкладываем сегменты апельсина и прослаиваем филе цыпленка. Сверху оформляем нарезанным редисом и зеленым луком. Филе цыпленка поливаем получившимся соусом из меда. Салат оформляем веточкой базилика и бальзамической карамели. Салат для милых дам готов. Приятного аппетита! И в заключении не лишним будет упомянуть о том, как при покупке ингредиентов для сегодняшнего рецепта не перепутать цыпленка с весьма зрелой курицей. Все достаточно просто. Если подкожный жир у птицы только в нижней части живота, значит перед вами цыпленок. А вот если жиром заплыли грудь, живот и даже спина, мясо точно не молодое и уж точно не полезное. Запомните это и сразу после списывания рецепта отправляйтесь в магазин за удачными покупками. Продолжение следует...